МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отпусти её! Ты чё, заблудилась? Отпусти, или я стреляю, понятно? Ты чё? Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Всё, всё! Плётку брось! Плётку брось! Фома, ты где лазишь? Интим вам не порчу! Допрыгался, герой! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Служба психологической помощи. Здравствуйте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Деточка, я тебе звонила уже. Про Мишеньку рассказывала. Из Иры до этого трудовика подкова. Мишенька-то в больнице! А второй это пальчик. Васенька помер. И все из-за трудовика этого. И заставил их шкаф потаскать. А ему веселье. Шкаф-то их и накрыл. Васенька головой о ступеньку ударился. А Миша ногу перешибла. А этому нипочем. Вроде как несчастный случай. Мастер-то. Ну, вроде как, говорят, ребята сами решили шкаф потаскать. Он бьет их люто. Чтоб они рассказать боялись. Алло. Папку. Андрюха! Все. Захвати пакеты из машины. Понял. Юр, скажешь пару слов? Сань, мне на все это дерьмо жалко время свое тратить. Не то, что интервью давать. В смысле? Да, в прямом смысле. Отпетые подонки. Понимаешь? Двоих лично я пытался за грабеж посадить. А третий уже год в розыске был по-предумышленному. Кстати, у него ствол боевой нашли. Так что я бы тем, кто их грохнул, спасибо сказал. То есть ты сказал бы спасибо убийце? За этих подонков? Конкретно сказал бы. А че ты так реагируешь подборно? У меня две дочки в школу ходят, и я за них переживаю, пока вот такая мразь по земле ползает. Вот такое тебе интервью. Ну, что там у тебя же? Володь. Фух. Ты че такой нервный-то? С морга, что ли? Угу. Ну, ладно, че там? Ну, только не говори, что опять наган. Я, конечно, могу сказать, что стреляли из ракетно-зенитного комплекса «Стингер», но опять стреляли из нагана. Вов, ну, хоть ты скажи пару слов. Никаких интервью. Ну, что, я поехал? Да, давай. Материал сразу в монтажку отдашь. Сделаем. Ну, что, как видишь, ни на одном фанайлове длинном свет сошелся. У нас теперь еще и народный мститель обьявился. Пацаны, пацаны! Шукер, шукер, шукер! Пацаны, пиши! Глянь, стой! Скажите, вы не знаете, где Попков? В мастерской. Стой, Гулянич! Раз, два, и сначала еще два. Раз, и два, и раз, и два, и три. Работай, работай! Стой, работай! Мамка не поможет. Шлепки малолетние. Вон, судово пошли. Стоять! Ведро вынеси за собой. Ага. Еще раз пиве теплое принесите, бошки подрываю, ясно? Ясно. Эй, цыка, цыка, наверное, а? Попков? Ты кто такая? Здорово. Здорово. Помнишь меня? Нет. Закурить есть? Есть? Ну, дай, че ты. А че у тебя с зубами? А че у меня с зубами? Рот открой. А ты че стоматолог, что ли? Может, ты стоматолог. Открой рот. А глазки прикрой. Дернешься и бошки нет, прикинь. Любишь детей воспитывать, да? Слушай меня внимательно, ты, ублюдок. Еще раз. Ты разинишь свою поганую пасть на какого-нибудь ребенка, или пальцем дотронешься. Я тебе башку пристрелю. Ты даже ахнуть не успеешь, и тебя уже нет. Вопросы есть? А знаешь что? Я тебя сейчас застрелю. Ты был плохим учителем труда, Попков. Барабан! Барабан через один зарежен. Повторяю ещё раз, если какой-нибудь ребёнок на тебя пожалуется, я тебе башку отстрелю. Сыком. Ну, если я узнаю, что ты развязал свой поганый язык… Ну, вот и хорошо. Вот и договорились. Молодец. Мама! Да. Люба, это Саша. Мы могли бы с вами встретиться. Саша, послушайте, вы мне помогли, я вам очень благодарна, спасибо. Встречаться нам не надо. У меня есть для вас очень важная информация. Это по поводу убийства. Хорошо. Хорошо. Конечная двадцать четвёрки около ТЭЦ, знаете? Хорошо, я сейчас туда подъеду. Через полчаса давайте. Договорились. А вообще мы с тобой, как Бонни и Клайд, давай с тобой в Голливуд сниматься со мной в кино будешь, хочешь? Жизнь, как басня, ценится не за длину, а за содержание. Когда следующая партия? Скоро подвезут. Здорово, папка. Может, выпьешь, покуришь с нами? Угощайся. Геннадий Алексеевич. Значит так, сейчас снимаемся и валим из города. А чё за кипиш? Тёлка нас не опознала, я её так прорубил на трассе, что у неё вообще память напрочь отшибла. Девушка, вы не могли бы нас оставить? Конечно. Ань, пойдём. То, что тёлка вас не опознала, ещё ничего не значит. Вас менты пасут. Так что сегодня валите из города, это не обсуждается. Тут ещё стрелок какой-то появился. Говорят, бывший спецназовец. Вон таких, как вы, бачками валят. Стреляют почему-то из революционного нагана. Так что сегодня организовано. Собираем чемоданчики и выезжаю в пионерский лагерь. На эти, как их, каникулы. А чё, красные галстуки-то, барабаны выдашь? Какой же ты кретин. Ну, хорошо, что мать не дожила до этого момента. Ладно, прости. Так что за лагерь-то? Лагерь мой. Купил за копейки. Нужно базу устроить. Будем там товар хранить. Час на сборы. Сегодня выдвигайтесь. Отсидитесь там, пока я здесь всё уложу. Молодёжь. Вылетали Капоне. Мда. Не всегда будет лето. Снова Голливуд отменяется. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне звонил ваш следователь, Михаил Расуковский. И сказал, что вы были на опознании и что вы… Я этих людей не знаю. Но это ведь не так. Это не ваше дело, ясно? Послушайте, Люба. Этот парень — сын человека по фамилии Фанайлов. Это наш меценат, будущий депутат. Но все это — ширма. На нем заказные убийства, рейдерские атаки, махинации с жильем. Вот. Подпольные бордели. Он, кстати, в них сам не брезгует ходить. А уж про наркоту я вообще молчу. Какое отношение это все имеет ко мне? Тот человек на дороге был свидетелем. А вы просто с Максом оказались не в то время, не в том месте. Да. Мы оказались не в то время, не в том месте. Ладно, мне надо идти. У меня еще есть дела. До свидания. Люба, если вы что-то задумали, не делайте этого. Очень прошу вас. Я же говорил. Береги здоровье. Эх ты. Тише, тише. 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 Молчание — лучший друг, который никогда не предаст. Тише. Тише. Это было не я. Забирай! Мама! Тише! Я хочу! Хорошо, чисто. А со стиральным порошком так вообще? Ты как твой отец. Реальный мозг. Мама, 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 мама! КОНЕЦ И снова в нашем городе прозвучали выстрелы. И снова убиты те, кто нарушал наш покой и погружал наш голос в страны. А я тебе говорю, Мира, не выдержал кто-то и сам стал гадов отстреливать. Кто этот человек, который вершит правосудие? Мало нам бандитов, как теперь еще и народ стал вооружаться. Стыдышный народ, кто-то из военных, у кого в семье есть наган. Здрасте. Ой, здравствуй. Проходи, проходи. Да я вот починил. Берите. Ой, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Слышал про партизанов в новостях? С наганом. Это не ты, Федя? Да, куда уж гнеть. Я ведь все время здесь торчу, а наганом в городе стреляет. Да. Ну, бывайте. Бывайте. Скорректируется ли те на ее цены на международных белок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Твою мать! Подъезд проверь! Твою мать! Подъезд проверь! Достал. Да, знала я его. Нелюдь. Молоденьких девочек водил. Совсем школьниц. Я его по телевизору видела. В депутаты лез. Вот и долез. Вот и долез. Вот возьмите. Что это? Да что? И не думай даже. Чёрта не стало. Так видно, Богу угодно. Ещё в народе говорят, Бог шельму метит. А ты, голубушка, сейчас там разбегутся и пойдёшь потихонечку. А нет, так оставайся у меня. Мне старуха-то одинока совсем. Так что оставайся. Ну что, Саня, накрылся твой фанайлов. Кто-нибудь что-нибудь видел? Очень странно, но нет. Милицию вызвал начальник охраны. Говорит, подъезд был пуст. Да, чисто сработано. А соседи? Я же говорю тебе, чисто сработано. Ну ладно, давай. Чё стучишь? Спать мешаешь. Да где уж тут спать-то? Смотрите, вон у вас тут, целая революция. А по мне так никакой революции. Нехрести убили. Ну и тьфу на него. Ну что, бабуль, скажите, вы здесь эту девушку не видели? Он слепая стала. Нет, не выдала. А, подождите, я не из милиции. Я ищу её. Ей угрожает большая опасность. Если я не найду, ей будет очень плохо. Её могут убить. Она очень нужна мне. Небось, влюбился. Мой муж тоже такой был шалопай. Бегал за мной, как ошпаренный. А я девка, ничего была. Понятно? Ну вот, иду я из булочной. И возле соседской двери батончик-то и упал. И слышу, за дверью мужик говорит всё время, лагерь, лагерь. Ну я батончик-то подняла. Ну чё мне, век, что ли, под чужой дверью торчать? Спасибо вам большое. Отдыхайте. Угу. Да. Послушай, не лезь туда. Потерпи ещё чуть-чуть. В квартире у Фанейлова при обыске нашли очень много интересных. Мы их арестуем. Не изжай никуда. Люб, я не хочу, чтобы ты рисковала ребёнком. Слышишь? Алло, слышишь? Сергей Иванович, ты мне можешь достать адрес пионера лагеря Фанейлова? Он вроде недавно его купил. Ага. Когда гремит оружие, законы молчат. Задолбался я тут. Думал веселее будет. Лагерь как-никак. Тебе веселее в другом лагере будет. Там, где спецодежды выдают. Ты это сплюнь и по голове себе постучи, понял? Ладно. Пойдём развеемся. Наконец-то. Опять на белок охотиться. Будем. Простите, лагерь Знаменский. Не подскажете? Значит, мимо посёлка километра полтора забор бетонный. Это он и есть. Спасибо. Оргой. Пр Сидеть. Дай его завалю, а? Ну, дай, я его рожу по телеку не могу увидеть. Он все время про пацанов что-то гонит. Тварь! Удите сак. Удите сак. Я его глотку борю. Расслабься, дрозд. Он по-любому уже труп. А ты отважный чувачок. Зачем ты вообще с себя приперся? Газ нет. Тебе че надо? Сидел бы дома, варил бы кашу, снимал бы свое кино, голимое про криминал. Ну, ты как узнал, что мы здесь, герой? Герой мультиков. Да пошел ты. Где бизит? Я его щас сожру! Маньяка не врубай. Ты сейчас весь лагерь подпалишь. Ладно. Лучше проломи ему башку. Только кровью не испачкайся. Ладно. Это хорошая идея. Оружие на землю! Быстро! Оружие на землю! Быстро! И это нашла. Вы прям, сыщики какие-то. Хреновую берлогу папаша подкинул. Нет больше твоего папаши, ясно? Врешь, сучка. Развязывай его, быстро. Развязывай его, быстро. Ух. 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 Это было круто. Повернись, я тебя развяжу. Какого черта ты здесь делаешь? Я бы себя этого никогда не простил. Ты очень красивая. Аппарат абонента выключен. Чего за день, а? Чего-то трубку не берет. Слушай, ну, может, она его реально грохнула, а? Король умер? Да здравствует король. Я тебе когда-нибудь язык вырву. Конфуции обдолбаны. Пойду отолью. Не освили себе там ничего. Конфуции обдолбаны. А-а-а-а! Давай. Крестик! Я сказал Крестик! Вы где? Главная ошибка не исправлять своих старых ошибок! Я к тебе иду! Я к тебе иду! А-а-а! Может быть, их лучше не совершать? Это точно. Эй! Сыку! Туда! Да-а-а! А-а-а! А-а-а! Пошли! Поехали. 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 Мама, мама, как же больно, мамочка. Мама, как трудно без тебя. Мама, мам, не убивай меня, пожалуйста, с папой. Я же с ним ребенком никогда не был. Мне же плакать было нельзя. Он меня бил, бил за это. Закроет в чулан и бьет. Прости меня, пожалуйста. Только не убивай меня, прошу тебя. Я не виноват, что я такой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Макс, мне холодно. Можно я прижмусь к тебе? Тебе это не нужно. Что ты такое говоришь, разве ты не рад меня видеть? Рад. Но ты просто у меня в гостях. Обними меня, пожалуйста. Я устала жить одна. Ты не одна. Ты носишь в себе новую жизнь. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Сын известного бизнесмена Фанайлова, убитого недавно во время криминальной разборки, сегодня найден мертвым в здании старого пионерского лагеря. По версии следствия, он и двое его друзей затеяли ссору в связи с разделом сфер влияния в наркобизнесе, которым они занимались. На месте кровавой перестрелки обнаружено большое количество тяжелого синтетического наркотика, известного среди наркоманов как китайский снежок. Также развенчан миф о появлении в городе народного мстителя со старым наганом в руках. Наган с отпечатками пальцев сына Фанайлова обнаружен на месте преступления. Это красноречиво свидетельствует о том, что именно он совершил все нераскрытые убийства в городе, выясняя таким образом отношения со своими конкурентами. А ты похожа на ангела. Только летать не умею. Могу научить. Не боишься? Не боюсь. Тогда и его нужно будет научить. А ты разве не знаешь? Воспитывать ангелов — моя вторая профессия. Оп. Держи. Танечка, а что нужно дяде сказать? Спасибо. Молодец. Пойдем. Пойдем. А? Пойдем поec lifeline. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»